Приветствую вас! Я к вам с тяжелой новостью. В России есть только один шанс устоять перед развалом. Этот шанс заключается в том, как можно быстрее уничтожить без зуба щенка Володьку Путина. А если серьезно, читал сегодня неких официальных, а заодно пообщался с некими неофициальными ребятами. Да, в России назревает самый настоящий бунт. То, что вы увидели там с этим Прилепиным, с Прыгожным, это маленький нарост айсберг. С Прыгожным получилась забавная ситуация. Оказывается, что сделал? Ну давайте скажем, гражданин Шойго или маршал Шойго. Ну это, по-моему, Герасову без сестин. Гениально! Нет, все-таки ребята мне эти нравятся. Они отдали команду российским войскам навести артиллерию, выставить защитное, как бы сказать. И пригрозили, что если Прыгожин начнет выходить, команда стрелять. Да. Испугался? Ну конечно испугался Прыгожин. Нет. Ну вы понимаете, какая ситуация? Он же сходно понимает, что одно дело понтовать, а другое дело, если сейчас он начнет действительно выходить, по ему шарахнут российские гаубицы, российские ракеты. Хана? Не-не-не, это он же, ну поймите, он конечно, одно дело понтовать, другое дело, ну как бы самому идти на верную гибель. Ну он-то ладно, на гибель может и не пойдет, но пацану уже положено. И да, действительно такая ситуация. Ну да, скажите, сориентировались генералы. Да, сориентировались. Молодцы, молодцы. Впрочем, Сахарик шарахнули тоже за это, чтобы не трогал лишнего. Мало того, самая интересная ситуация, что действительно у него шарахнули. И вот так. Те, кто еще пару дней назад, ну так знаете, поддерживал, предложено, что да, надо ему дать, тут резк рвс шо его поддерживает. Я не отслеживал, но я там friends знакома, которые отслеживаются, вот так вот, как пора были, хоп-хоп-хоп-хоп. Испугались. Не, ну вы понимаете, это уже какая ситуация. Присходно все понимают, что это дело рук ФСБ или там Грушников из Министерства обороны России. И они показали, что если вы будете не так говорить, как надо, будете поддерживать Прогожина, ну, знаете. А, самое смешное. Ну это анекдот. Значит, вот это, которое задержали, начали выяснять, что он делал. Как-то куропат. Да, куропат, говорит. А это, говорите, ну, нашел это, положил, взорвал все. Ну, то есть, анекдот полмеш. Ну, понятно же, такая, знаете, примитивная подстава, но все же. И да, действительно, запугали. Запугали. И Прогожин испугался. Не, ну, с другой стороны, тоже он может, понимаете, одно дело понтовать, другое дело не понтовать. Ну, вовремя сдаться, это еще ничего не значит. Да, 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 конечно, российские очень меня порадовали, не официально, а Прогожин заявил, что все выводить не будет, все, все, передумал, передумал. Конечно, когда ему, так сказать, в одно место поставили танки и пушки, все, 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 выводить не буду. Да, я уже все, все, буду сражаться, сражаться, сражаться. Причем, сначала с утра он заявил, что бахмут уже взяли, а вот уже в трое было дня, оказывается, бахмут еще не взяли. Как-то неинтересно. Говорите, мы прям будем брать бахмут. Мы не поняли. Ты же с утра сказал, что уже захватил. А после обеда что? Ты же захват этот собрался. Ну, и, конечно, для того, чтобы, как бы, объяснить, почему он трус, он заявил, ему дали слово, слово, что обеспечит полностью его запрос боеприпасов. Он знает, что ничего не будет. Знает, конечно, знает. Ну, помните, может, надо было как-то, ну, показать пацанам, почему он сдался. Ну, признает, типа, струсил, некрасиво. Говорит, не, не. Нам обещали, что я с боеприпасами даду, все нормалек, так что мы остаемся. А с утра еще говорил, все, хана, все, 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 ничего не будет. Да, это еще раз показывает, что все разваливается в России. Реально. Понимаете, получается такая ситуация, что в самой российской армии идет война между российской армией. Да, серьезно. Вы же просто понимаете, что это вот, я понимаю, да, пригожена специфическая структура, плюс ко всему ее понты, так это все есть. Но вы же понимаете, что происходит. Путин вмешиваться не может, то есть он понимает, что уже начинает эти разборки внутренние, плюс ко всему устраивает свои, так сказать, действия. А вы спросите, а где же здесь нету? Здесь совершенно ничего нет. Здесь брак, полнейший брак. Самая интересная информация. Да, действительно, очень уговаривали, объясняли и рекомендовали Путину, скажем, ну, вот это окружение, что может давайте мы 9 мая пора отменить. Можно там по техническим причинам что-то додумать. Или по просьбам, ну, там была идея следующая, что, мол, мэрия обращается, что в связи с таким, чтобы не создавать пробки и так далее, что и тому подобное. Но тут, конечно, уже остальные вот эти, которые, ну, сложно все-таки, понимаете, так раскрутили, так накрутили. А сейчас, если по техническим причинам сказать, что, ну, вот видите, там есть проблемы, по этой причине мы там решили не проводить сложно. По этой причине, да, решили сделать его в очень урезанном виде, ужасном. И, да, Путина ж не будет. Но он боится, ну, серьезно, боится, с бункера боится. Нет, там, понимаете, какая получилась ситуация? Вот идея, как бы, давайте применить парад, это идея Путина. Вы же поняли? И по этой причине его начали говорить, что так, ну, не сработано. Пришлось его переубеждать, что так не надо. Это уже будет перебор. Ну, как, как? Ну, объяснить так, что вот тут, тут, мэр сказал, что, типа, асфальт попортят, поэтому причинить парада не надо. Ну, не тянет, не тянет на это. Путина уперся, говорит, нет, ни за что. По этой причине возникла идея, будем на экранах показывать, со всех сторон. Боже, боже, какое убожество, да. Не, я посмотрю, что там действительно, ну, все разваливается, потому что, получается, ситуация, что если, ну, раньше, ну, вообще, в нормальных стране, как президент чаще всего арбит. Да, да, всегда есть трение, это, ой, умоляю, это нормально, как во всех странах мира, во всех. Ну, есть, как бы, или царь, король, президент, как хотите назвать, премьер в некоторых случаях. Арбитр, самое главное. И так получается, что, если возникают такие конфликтные ситуации, ну, арбитр, он, как бы, принимает решение. Правый, левый, так дальше. И, по луке вещей, таким арбитром должен быть Путин. Ну, в России, если мы расходим с точки зрения. В Украине залезли. А тут получилось, вот, когда Прыгожин это все затеял, то Путин как бы стороночку отошел, так боится, туда, ребята. Предпочли, да, генералы взяли, как бы, свои руки. Тут действительно ситуация, если в России будет какая-то революция, то будет переворот военный. Ну, серьезно. Когда вы просто говорите, вот как, а что случилось? Ну, да, вот это более реалистично, чем какая-то революция. И да, действительно, получается ситуация, что сейчас, как бы, ну, как бы Путин и его окружение, ну, не может управлять. Все разваливается. Прямо по этому слову. Я еще раз говорю, что вы видите маленькую, маленькую. Потому что, ну, мало того, что вот эти вот публичные скандалы, как бы, военных, а там же еще более публичные, не публичные, как раз скандалы за деньги. Вы поймите, что такое дефицит федерального бюджета? Нет денег. И на сегодняшний момент, как вы сами понимаете, выделяют по регионам, исходя из уважения в результате. Есть регионы, которые дают деньги, а есть, которые вообще не дают. Понимаете? Не понимаете, что? А в России, что там все, там все собирают, в Кремлю, а потом делят. Если регионы не дают деньги, это хана. А получилась ситуация, денег нет, не хватает. Ну, вы скажете, да, коррупционные схемы, не спорю. Да, спорить не буду, что да, действительно, есть регионы, которые очень обижают. Нет, действительно, ситуация следующая, когда они хоть что-то, а говорят, нет, у нас ничего нет. Причем, понимаете, что произошло сейчас? Когда еще в январе все это началось, им пообещали, что в январе мы вам дома меньше, а в январе дома больше. Ну, то есть в январе заплатим за то, что не задолжают за январь. Потом в феврале дали еще меньше. Еще меньше. А в марте? Некоторым вообще регионам не дали ничего. А теперь, соответственно, уже апрель, и ситуация еще хуже. То есть то, что не задолжали, они уже даже не обещают компенсировать. Сначала обещали вообще. И в регионах действительно ситуация абсолютно пакова. Да, Москва это не касается. Ну, сами понимаете, где бабло не верит, это в Москве. Ну, что тут? А по регионам ужасно. Да, ну, вы, конечно, скажете, ну, Чечне дают, дают. Не спорю. Ну, есть регионы, которые, как бы, имеют приоритет. Чечня, Дагестан, Крым. Да, туда же. Плюс, как вы понимаете, очень много денег, много оккупированных территорий. Да, туда же. Там, конечно, разворуют безбожно, но вот туда деньги идут. А вот, скажем, в Воронежской области нет. Типа, не положено. И там действительно ситуация на сегодняшний момент по регионам катастрофическая. Когда фактически уже сумасшедшая задолженность, не знают, что делать. Ну, понятное дело, типа, пускай решают за счет местных ресурсов. Проблема такая связана в том, что модель экономики России таким образом построена, что в тебя все забирают. В тебя местных ресурсов нет. Ну, конечно, вы сказали, а вот если бы эти налоги оставляли в регионе, тогда можно было за счет местных. А все все забирают. Так какие местные ресурсы? И да, визусть результация идеальна. Тут еще такой интересный вопросик. Вы никогда не задавали себе вопрос, ну, самый-самый банальный, а почему это вдруг, и даже не вдруг, а постоянно, бесконечные разговоры ведутся о том, что российская армия там, то здесь поставили, тут поставили, там поставят. Постоянные разговоры, что поставлять оружие, еще, 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 еще. А в тот же самый момент, когда тот, кто попадает в российскую армию, оружия нет. И врача не аня. А вы врачи какие? Вот тут идет банальное разворовывание все, что можно воровать подряд. Все и все. Один ворует, второй, третий, четвертый, пятый. И ворует, почему? А потому, что считается, какая разница-то? Все спишется. Да. И да, действительно, на следующий момент происходит ситуация следующая. Почему действительно, ну, пригожено, немного можно понять. Потому что, как я вот сказать, по документам, его поставили столько-то, а реально меньше. Когда он пытается, огнение по документам, все, 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 нормально. А нам 102 по документам тоже поставили. Потому что воруют на всех цепочках. И вот это все цепочки, вы же понимаете, они же крышуются, они все ведут Кремль, по этой причине, если ты, как только ты начинаешь какие-то претензии, ты сразу уходишь в конфликт с кем? Правильно. С Кремлем. Вот такая вот забавная ситуация. По этой причине спасти Россию может только полная капитуляция. Другого пути не существует. Что бы он ни рассказывал беззубы щенок Володь Капутин. Уже ничего не может. Вот капитуляция, ну, может что-то сработать. Вот такое получилось реалистическое видео. Ну, а вы, соответственно, поставьте лайки, дизлайки, и напишите свой комментарий. Пока.